Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Такой улов до добра не доведет. 34-летний житель Кизлярского района попался на браконьерстве. Опасный перегон. Поезд в Баба-Юртовском районе сбила тару овец. Под колесами состава оказались десятки животных. Жизнь без боли подарили хирурги Республиканской клинической больницы пожилой пациентке. Подробности уникальной операции через несколько минут. Овации, подарки и теплые слова. В родном Гергебельском районе встречали чемпиона мира по вольной борьбе Ахмеда Тажудинова. За месяц в Дагестане топливо подорожало на 7%. Как сообщает журнал «Экономика Дагестана», сильнее всего в республике отмечен рост стоимости дизельного топлива на 18%. На различные марки бензина цены выросли в среднем на 3%. Отметим, что ранее Федеральная антимонопольная служба утвердила и повышение цен на газ на 8% с июля следующего года. Изменения затронут все категории потребителей. Поезд в Баба-Юртовском районе сбил отару овец. Подробности несчастного случая разместили у себя на каналах сразу несколько источников. Во время инцидента стадо перегоняли через железнодорожные пути двое пастухов. Под колесами состава погибли более 100 животных. Молодые люди не пострадали. Увлеченный рыбалкой не заметил полицейских. 34-летний житель Кизлярского района попался на браконьерстве. Находясь в резиновой лодке, он глушил частяковых электроудочкой на реке Терек. В этот момент его заметили стражи порядка, которые проводили контрольно-надзорные мероприятия. У мужчины изъяли 75 килограмм незаконно добытой рыбы. И к другим темам. Хирурги Республиканской клинической больницы имени Вишневского провели сложнейшую операцию. Они удалили гигантскую опухоль в брюшной полости с весом более 7 килограмм. Для дагестанской медицины случай уникальный, тем более, что у пациентки было 86 лет. Подробности в сюжете Патхамат Ханаповой. 25 сантиметров шире и 30 в длину. Новообразование поражает своими размерами опухоль с объемом. 7,5 литров диагностировали врачи у пожилой женщины в брюшной полости. Лучевая химия и иммунотерапия. Все это не помогло бы спасти пациентку. Хирургическое вмешательство оказалось единственным выходом. Но проводить его в других клиниках специалисты отказывались. Долго думали. Причем сначала не могли исключить и хинококковое поражение. Было несколько рабочих диагнозов. В итоге мы немного рискнули. Обговорили с родственниками все риски. То, что, учитывая, 86 лет, коморбидность. Приняли решение оперировать. Потому что показанием было улучшение качества жизни. Ежедневная боль у бабули. Ежедневные нарушения питания. Питаться она уже не могла. Увеличение живота в первое время родственники пациентки восприняли за вздутие. Однако затем начали появляться сопутствующие болезни. Женщина не могла есть. Начались постоянные боли. С трудом передвигалась. И регулярно повышалось давление. Врачи говорят, огромное новообразование в животе уже сдавливало внутренние органы и сосуды. 86-летняя пациентка после сложнейшей операции достаточно быстро пришла в себя. Уже может спокойно говорить. Были ужасные боли. Не знала, куда себя деть. Теперь так легко стало. Впервые за последнее время поела без проблем. Огромное спасибо врачам. Дай Бог им здоровья. В настоящий момент пациентка чувствует себя прекрасно. Покушал, а после операционного периода протекает без особенностей. Собирается домой. Медики напоминают, что при любых изменениях в организме следует проверяться и вовремя обращаться к врачам. Еще немного потерянного времени и женщина могла оказаться на волоцке от смерти. А теперь, кажется, вся жизнь впереди. Туристический комплекс «Львиная голова» за 500 миллионов рублей появится в Кайтакском районе к 2025 году. Об этом стало известно накануне в ходе рабочей поездки главы Дагестана в муниципалитет. Сергей Меликов побывал на месте строительства объекта, предполагающего 20 гостевых деревянных домов, ресторанный комплекс на 400 мест и гостиницу на 50 номеров. Здесь также будут созданы зоны отдыха для детей, спортивной и развлекательной площадки. От комплекса проложат также два туристических пеших маршрута по лесистой местности на 5 и 10 километров. Масштабный проект даст району 50 новых рабочих мест. В Семендере в рамках комплексного благоустройства городских территорий ремонтируют 5 улиц. Помимо этого, также планируется строительство моста через речку к школе номер 54. На данный момент завершаются мероприятия по благоустройству сквера вдоль центральной магистрали поселка проспекта Казбекова. Новый сквер, за благоустройство которого позолосовали горожане в рамках рейтингового голосования по выбору общественных пространств, промыкает к существующему скверу, который мы построили здесь в 2019 году. Полное завершение работ планируется до конца следующей недели, после чего мы торжественно откроем и передадим новое общественное пространство жителям поселка Семендер. Новая мечеть открылась в Южном Дагестане. В селении Гасик Табасаранского района местные жители своими силами построили Джума-мечеть. Открытие культового объекта стало настоящим праздником для всего района. На маджлис собрались гости из соседних сел, многие из которых тоже принимали участие в строительстве нового здания. Сегодня мы открыли еще один дом Всевышнего Аллаха в Табасаранском районе, селе Гасик. Это село славится тем, что здесь были потомки саидов, большие ученые-алимы. И сегодня, хвала Всевышнему Аллаху, открыта прекрасная, красивая мечеть, за что мы благодарны и Джамату, и имаму села, и всем тем, кто помогали. Новая мечеть, дом Аллаха, мечеть, это сердце нашего села. Огромное спасибо нашему джамату, которые построили это все своими руками. И о спорте. Овации, подарки и теплые слова. Так встретили в родном Гергебельском районе чемпиона мира по вольной борьбе Ахмеда Тажудинова. Сельчане по такому поводу организовали торжественное мероприятие. Курбан Рагимов продолжит. Село Гергебель. Школьники образовали живой коридор и встретили Ахмеда Тажудинова кричалками и овациями. Торжественное мероприятие продолжилось в местном доме культуры. В адрес борца и его первого тренера Гусейна Гамзатова звучало много теплых слов и пожеланий. Не обошлось без подарков. Земельный участок, конь, денежные конверты и, конечно, атрибуты мужского национального костюма. Ахмед, никогда не забывай, откуда ты, кем ты был, с кем ты рос и что ты представляешь. Всегда сохранил эту дагестанское национальное наше гордость. До Ахмеда Тажудинова в Гергебельском районе не было чемпионов мира среди взрослых. Новая звезда зажглась в сентябре в Белграде. Выиграв спустя две недели азиатские игры, 20-летний юниор подтвердил, что всерьез и надолго ворвался в элиту мирового спорта. Пример молодого борца теперь вдохновит десятки его юных земляков. Конечно, мы тоже маленькими были, вот так же гордились, смотрели. Сейчас им тоже хочу, чтобы они добивались своего, чтобы они упорно шли к своей цели, не останавливались и желаю им, чтобы у них все получилось. Такого я не ожидал, что так сильно будут они меня поддерживать, так сильно будут болеть за меня. Честно говоря, это было неожиданно, что столько людей будут вот так фотографироваться. Спортивный путь Ахмеда начинался здесь же, в селе. В зал борьбы он попал в пять лет, по примеру старших братьев. Скромный в жизни, он с детства серьезно относился к тренировкам. Проигрывать не любил, а первые успехи пришли практически сразу. Есть ли она какая-то медаль, которая тебе больше всего запомнилась? Да, конечно, в 2015 год это чемпионат Дагестана, селения Урада. Я там стал бронзовым призером. Тогда это была такая большая медаль для меня, это третье место на первой успехи Дагестана, поэтому она и запомнилась для меня. В 15-летнем возрасте Тажудинов вместе с наставником переехали в Махачкалу. В столице он совершенствует мастерство в школе имени Садулаева под руководством заслуженного тренера страны Шамиля Амарова. Далее предложение от Бахрейна и новый стремительный виток в спортивной карьере. Садик этот человек в зале и куверкался, и бегал, и прыгал, и падал, и вставал, да, и вот так закалялся, да, и вот встал, мы сами видим. Ему разницы не было, с кем бороться. Старший, младший, короче, возраст, не возраст, там, чемпион Дагестана, чемпион России, вот самая хорошая его черта, у него нет вот этого волнения, это, то, у него цель, вот идти к Тубе не был там, идти и выиграть. Так он не знал еще тогда, в детстве? Нет, в детстве, я помню, вот он проигрывал, вот это проигрыш, он так тяжело переносил. Ну, и вот этим характером, да, характером он вытаскивал все, он так боролся, да, до последнего, до конца боролся. Главные болельщики Ахмеда – его родители. Отец Мухаммад сопровождал его на всех детских соревнованиях, снимал все, что происходило на ковре. За эти почти полтора десятка лет у Тажудиновых накопился обширный домашний архив на целый терабайт. Чтобы они могли проанализировать свои ошибки там, чтобы такое больше не повторялось у них. И вот все время я с ним ходил, снимал, чтобы у них тоже было желание, поддерживал их. И вот так получилось сейчас, как получилось. И Ахмед наш стал, ахамдулля, чемпионом стал. В этой коллекции вот не хватает у нас теперь олимпийской медали. И, иншаллах, мы с тренерами вместе, иншаллах, у нас такая цель, мы потихонечку будем идти к этой цели, иншаллах. В Гиргебельском районе нет олимпийского чемпиона, но все собравшиеся в этот день в Доме культуры не сомневаются, что этот большой успех тоже не за горами. Во всяком случае, с таким перспективным земляком ожидания вполне оправданы. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Гиргебельский район. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин